24 ноября в Ленинске-Кузнецком завершилось голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году. В течение месяца на 48 площадках активно обсуждали территории для преображения и голосовали на сайте администрации городского округа. Напомним, что для благоустройства были предложены 4 городские территории. Это Пионерский парк, Парк здоровья в Лесном городке, Сквер Мартовского восстания и Сквер Центрального дворца культуры. Также все желающие могли предложить свою территорию. За Пионерский парк проголосовало 134 человека, Парк в Лесном городке 186 человек, Сквер Мартовского восстания 38 человек, Сквер ЦДК 59 человек и 50 человек проголосовали за иную территорию. Кроме того, в администрацию Ленинск-Кузнецкого городского округа поступило 60 приложений по выбору общественной территории. Из них 50 это на Парк здоровья или Парк в Лесном городке, 8 заявок Парковая зона у спортивного комплекса по улице Шилина 9А, 2 заявки Парковая зона в районе шахты имени Рубана. Большинство голосов высказало за Парк здоровья. Общественная комиссия также поддержала жителей города и единогласно проголосовали за дальнейшее благоустройство Парка в Лесном городке. Кстати, ежедневно около 500 ленинск-кузнечан пользуются инфраструктурой Парка здоровья. На сегодняшний день мы видим, что это самое востребованное, одно из востребованших мест, но в связи с тем, что особенно в зимние виды спорта, да, это вот лыжи, обычно у нас тренажерные залы, все футбол, мини-футбол, все эти игры. Кроме, как еще у нас есть площадь Валентина Петровича Мазикина. Поэтому те, которые до этого 4-3 площадочки были, мы тоже говорим, что они тоже актуальны. Никто не говорит, что они их заниматься ими не будем. Но мы будем по этим площадкам все равно готовить и проектную документацию, особенно актуально это вот СДК, да, это историческое место, потому что это культурное наследие здания. Мы сейчас буквально на следующий год планируем, приступим к выполнению проектных работ по самому зданию. Соответственно, надо именно сделать еще и прилегающие те, которые у нас... С понедельника 25 ноября начался второй этап. До 25 декабря горожане должны определиться, что бы они хотели еще видеть в парке здоровье. Это может быть обустройство скейт-парка, набережные пруда, создание активных зон отдыха, площадки для выгула собак, установка скамеек, оборудование тротуаров и детских площадок. Если проект Ленинск-Кузнецкого войдет в число победителей всероссийского конкурса, то город получит федеральное финансирование на реализацию проекта благоустройства. Галина Елена, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.